Добрый вечер, Лариса. Добрый вечер, Миша. Добрый вечер, наша дорогая гостья Катя Марголес. Вы представляете, какой у нас гость сегодня? У нее на одном фейсбуке 22,5 тысячи читателей. И так вот нам повезло, что сегодня Катя Марголес, москвичка и венецианка, удостоила нас веселой. А мы делимся ею с вами и здороваемся и приветствуем всех, кто присоединился к нам в эту минуту. Значит, Катя живет в Венеции. Катя, сколько лет вы живете в Венеции? 16-й год. 16-й год. Ну, вы пережили в этом... 15 лет треть моей жизни в общем, я живу в Венеции. Это неплохо. Вы пережили в этом городе много чего. Я понимаю, что наводнения чуть не ежегодные и многие разные другие испытания, но такого, как случилось на этот раз, такого не было никогда. Да. Какое самое сильное было впечатление за эти дни? Их было очень много. Они менялись. Наверное, первое такое... Вот Венеция вообще город тихий и негромкий. Здесь другие звуки, другие скорости. Но выйти на площадь Сан-Марко днем и увидеть абсолютно такую зияющую солнечную пустоту. И не только ни одного человека, ни одного голубя. Вот это, наверное, было... А голуби что, тоже на карантине? А голуби, да, на карантине, поскольку голуби кормятся, как и многие жители Венеции, за счет туризма и туристов, которые их там кормят. И как только есть те зли туристы, голуби тоже пропали. Зато на всех остальных площадях голуби появились, они теперь кормятся, живут обычной птичьей жизнью, кормятся травкой, какими-то семенами, добывают себе на пропитание, как и, собственно, жители Венеции, которые без туризма тоже должны как-то выживать по-новому. Кать, а вот у нас была в гостях Даша Веденяпина, парижанка, которая сказала, что Парижу незаполненность и пустота, и отсутствие уличных кафе, и уличные толпы совершенно не идет. А Венеции идет пустота? Мне, я сейчас прочту кусочек, как раз я об этом говорю там, мне сначала казалось, что это совершенно невероятно прекрасно. И первые несколько дней, что можно было, когда уже ввели карантин, но еще можно было, уже нельзя было въезжать со стороны, но еще можно было свободно ходить по улицам. Я ходила на пленеры, не могла поставить этюдник где угодно, где зашью свою жизнь, не могла поставить, мне казалось, что это невероятно, вот этот опустевший город, какой-то как сон, что это невероятно прекрасно. А потом, потом эти ощущения менялись, и я, наверное, прочту. Я вела каждый день, как, может быть, многие знают, хроники карантинные. Это получилось спонтанно, я этого не планировала, но послучилось так, что ровно из Парижа мы въехали ночью, когда закрывали Италию и Венецию. Я не знала, что это будет так, у меня там был мастер-класс в Париже, и мы сели с дочкой в ночной поезд, а среди ночи мы остановились на границе. И мне пришли два сообщения от моей сестры, от Маши с Лоним. Катя, это правда? И другое сообщение. Катя, действительно так. И к каждому сообщению был приложен скриншот. Но из-за того, что был очень плохой интернет, эти скриншоты я не могла открыть, и я не могла понять, в чем дело. Кате, какой ужас, писали мне, и я не могла понять, в чем дело. Интернет был очень слабый, и только когда мы проехали Швейцарь, и когда мы въехали в Италию, и, наконец, интернет снова заработал, тут я увидела, что все закрывается, и, в общем, что мы въезжаем в другую страну уже. Вот так вот это все происходило. И я стала день за днем просто записывать какие-то ощущения, впечатления, мысли. Это очень в такой бесконечной, в карантинной бесконечности, это очень помогало структурировать жизнь и как-то осознавать каждый день как новый. Ну, Катя, как вы обещали, давайте начнем с текста. Да. Значит, в кронике я была 40 дней, я решила, что это карантин. Карантин, как мы знаем, означает 40, 40 дней. Карантин – это венецианское слово. Первый карантинный указ – это 1377 год. На самом деле в Дубровнике это было, но Венеция вообще славно известна своими карантинными мероприятиями. И вообще Венеция за свою историю пережила карантин в 50 где-то. И ничего стоит. Так что в этом смысле очень полезно некоторые, я бы сказала, смирения, и по осознанию себя частью вполне обычные истории. Мы все думали, что мы такие исключительные. Оказалось, что мы просто часть непрерывной истории. С нами случается ровно то же самое, что 500 лет назад, 40 лет назад и 600 лет назад. Ну, слава богу, имеем дело хотя бы ни с чумой. А теперь давайте... Да, сейчас секундочку, извини, перебью. Я тоже очень развеселилась, потому что я в Гринвич-парке увидела объявление, в связи с текущим карантином, значит, сад, там, розовый сад закрыт. И я подумала, как забавно, текущий карантин, да? Вот, а потом подумала, что этот розовый сад видал их тоже, по крайней мере, там, потому что рядом, там, кладбище, где хоронили этих чумных больных, там, в этом лакшиз. И холера была, вам, как известно, и чего только не было. Правда, текущий карантин. Так что текущий карантин, карантин, это куарант, это 40-40 дней, моряки с переходящих судов не могли сходить на берег Венецианской республики. И вот Венеция подарила миру это слово, которое сейчас так часто мы слышим и живем в нем. И этих текстов 40 примерно, ну, чуть-чуть, иногда я писала за пару дней. И вот примерно из серединки, 19-й день, я прочитаю. Давайте, Катя, с Богом. Много лет назад у меня украли компьютер. Украли по-глупому. Дверь в дом разбухла, а так вальт и попросту не запиралась. Венеция – безопасный город, и я не особо беспокоилась. И, конечно же, совершенно не обратила внимания на настойчиво появляющуюся в нашем проуке нищую, с которой мы даже иногда здоровались. Жили мы тогда на первом этаже. И то я, то дети все время выходили на улицу по мелким делам, с упаковками или просто погулялись на самокатах. Иногда мы уезжали за город. Так или иначе, моя уличная знакомая дождалась нашего отъезда и запустила в наше жилище низкоквалифицированных воришек, которые, украв мой раздобанный лэптоп с треснутым экраном, не удосужились даже взять от него зарядку и аккумулятор. Надо ли говорить, что запасов я не делаю, и бэкапа тоже не было. В компьютере было все. Все тексты, вся переписка, недописанная книга, отснятые выставки, замыслы, проекты, милые семейные мелочи и многое другое. Я была безутешна. Мы расклеивали объявления, сулили щедрые награды, но напрасно. Компьютер мой, вероятно, уже покоился за непродаваемостью на дне какого-нибудь канала. Никаких социальных сетей тогда не было. В отчаянии написала всем друзьям, коллегам и родным, умоляя посмотреть все файлы, что я им присылала по разным поводам. И мне стали приходить фотографии, отрыбки текстов, которые давала кому-то читать, письма и многое другое. Разумеется, главное и сокровенное пропало безвозвратно. Но оказалось, что все то, чем я делилась, осталось и вернулось ко мне, а все, что хранила для себя, пропало, стянуло вполне на притчу. Нечто похожее все яснение ощущаю сейчас, на пустынных венецианских улицах, отстукивая своими каблуками рутинный собачий маршрут. Если раньше я почти ревниво прятала укромные места своего внутреннего венецианского пейзажа, то теперь это потеряло смысл. В отличие от природы, взгляд – неотъемлемая часть рукотворной красоты. Идеальные города мастеров Возрождения, пустынные пространства Декирика и даже Дали хороши лишь на бумаге или на холсте. Эстетика апокалиптической пустоты Соляриса в кино. Но вывертые обратно в реальность, эти приемы теряют свою жизнеспособность. Никогда еще «The Stones of Venice» не были так пронзительно одиноки, хотя прежде казалось, что именно шум толпы мешает услышать их тихий голос. По сети бродит видео, контрастные черно-белые кадры пустынной Венеции под музыку. Мне не очень близок этот ролик своей нарочитой театральностью, наложением слезной музыки и арии, заполняющей все пространство съемок. Это упрощение, тоже художественный прием. Сейчас в городе куда более тонкий воздух и баланс, и редкие звуки – одна из самых ярких предмет нынешнего состояния. Город невозможен без людей, и не только местных. Да, мы все знаем друг друга в лицо, мы виделись десятки раз на мостах, магазинах, на остановках его парета, встречая детей из школ, делаем своим делам, на пляжах и в барах, на поэтических вечерах и вернисажах. Очень приятно, мне почему-то не знакомо ваше лицо. Светский комплимент при знакомстве в венецианском обществе. В своем же сестере мы опликаем друг друга по имени, а здороваемся проще почти со всеми. Если раньше туристические толпы ощущались, как дикари-пришельцы и чуть ли не мародеры, особенно после прошлогодней акваальты, когда цены на гостиницу упали, и многие лавки и рестораны окрасались на грани или за грани разорения, то теперь вдруг стало проносительно очевидно, что город – это и чужие тоже. И даже глупые реплики на всех языках, ежеминутно летавшие перзи до уха, оказались частью этого пейзажа. А что, тут живут люди? Да нет, почти никто не живет, одни старики. Смотри, все окна темные. Эта настойчивая тема темных окон преследует меня уже второй десяток лет. Италия – южная страна. Во всех итальянских городах принято закрывать состав не с наступлением сумерек. Винница – не исключение. Только отдельные высокие окна, залы в пьяно-нобиле и редких палацах светятся в темноте, до окошки туристических квартир от Бенби, где гости просто не в курсе местных привычек. «Девушка, простите, мы слышали по-русски, с вашей малой говорили. А где тут такие плац с голубями?» Исковерканные названия венцианских топонев, смятые и пережеванные со всеми возможными акцентами, тоже часть звукового ландшафта. Именно его перемена наиболее разительна. Именно на его раму, оказывается, нанизывались нити зрительного плотна. Снует чулок, челнок, вертиножи жид, ни слова, ни смешка, ни отклика. Только постукивание собственных шагов, шуршание собачьих лап, птичьи пересмешки, вырмотание, хлопки крыльев, случайный всплеск вдали. Если представить себе город как набранный текст, то в начале карантина плотный газетный набор постепенно становился размеренно книжным, потом пошли развороты в разрядку, а сейчас он и вовсе рассыпался на отдельные литеры, не все из которых даже принадлежат человечьему алфавиту. И все больше белых листов каждому отдельному человеку приходится запомнить самому. Каким будет новый посткарантинный текст, не знает никто. Но именно нынешний опыт изоляции, как следствие нашей взаимной уязвимости и взаимозависимости, возвращает утерянное современность ощущение единой общей человеческой ткани, которая должна остаться в памяти этого поколения, изменив его раз и навсегда. Спасибо, Кэси. Вообще-то наблюдать со стороны... Венеция же, как сказать, она, конечно, ваш город, но и наш тоже. И мы наблюдали за тем, что у вас там происходит с болью и большим сочувствием. Смерть в Венеции – это такой старый сюжет, да? Да. И он был по-новой отыгран. Страшно было? Нет, я не могу сказать. Ну, как сказать? Страшно мне было, страшнее, поскольку я здесь... Родители у меня сейчас в Америке близкие, другой брат у меня в Москве. Вот я бы, наверное, если бы родители были здесь, я бы очень волновалась за родителей. А так... Нет, ну, страшно как бы глобально, потому что страшно за людей, за себя не было страшно. А за детей? Нет, я знаю, все-таки у меня папа вирусолог, я прошла... И у меня тоже есть какой-то все-таки базовый... Я прошла статистику, я поняла, что детям все-таки, что дети переживают детям до сих пор, вот сейчас какие-то появляются новые сведения, вирус не опасен, что они, в общем, переживают, выздоравливают. Так что, если бы были за детей, я не тряслась. Ну, вот самой заболеть не хотелось бы, потому что, то есть, хотелось бы берет легко, и, возможно, мы и переболели, мы не знаем этого до сих пор. Вот, может быть, какой тест-то мы узнаем. Ну, Венето, что еще было все-таки в Венето, в отличие от Ломбарди, у нас начиналась эпидемия одинаково. Но в Ломбарди это все пошло абсолютно в кошмарную сторону, особенно в Бергамон, а потом в Милане. А в Венето у нас довольно несимпатичный губернатор из очень неприятной правопартии Лига, который, надо сказать, и здесь я должна расписаться как бы в собственных политических антивзглядах, взял дело в свои руки и, начиная с тех же цифр, абсолютно развернул всю историю по-другому, и в Венето эпидемия не достигла тех пиков. У нас всегда были места в реанимации, и у нас были свободные койки в больницах. И, в общем, таких цифр и такого кошмара, как в Ломбарде, у нас не было, даже в самые худшие дни. Да, Ларисочка. Скажи, пожалуйста, Катя, а вот у вас еще было какое-то вот к этому несимпатичному губернатору, ну, во-первых, он все-таки, по-моему, с вами разговаривал, если я правильно говорю, и как-то у вас была некоторая открытость. Вот, и я даже в какой-то момент вам завидовала, потому что в результате мы вас обошли, и это понятно, почему мы вас обошли. Мы уже обошли теперь всех по количеству смертей и на душу населения, и всякое. И это было... Потому что Америка обойдет вас. Ну, ну, Америка там вообще... Но вот у нас как бы сходная ситуация была. У нас какая-то смесь была популизма и патернализма. То есть у нас начиналось с того, что нам не говорили ничего три недели. Нам говорили, we got Brexit done, we'll get this done as well. Вот, и ничего не происходило. Значит, говорили только про этот самый иммунитет стада, которое, как Наташа остроумно выразилась, должно было очень поредеть на этом иммунитете наше стадо. Вот. И ничего больше. И как бы ничего такого... Да, и говорили, что они держат все под контролем. Вот эта фраза коронная, да, которую я слышала только в Москве, слышала от травм. Мы держим все под контролем. Что под контролем? Было никому непонятно, что конкретно они держат под контролем. Вот у вас, мне кажется, такого не было. Какая-то сразу возникла... Нет. Нет, у нас такого действительно не было. У нас были очень жесткие меры и очень прямой разговор. И вот здесь я как бы поменяла вообще довольно... Я в этой стране живу давно и поменяла вообще мнение об итальянских политиках и даже тех, которыми были очень несимпатичны. Потому что, например, губернатор Зая, да и, например, Мисс и Конте тоже. Они, видимо, сработали до упада. Они были... Каждый день были у нас в пресс-конференции. В 6 часов вечера выходил бюллетень ежедневно. И каждый день этот бюллетень комментируется либо вот протенцировать Чивили в роли начальной такой МЧС наш, либо регулярно губернатор. И он потом в конце вот сейчас вот недавно дал интервью и сказал, что так мало он спал, что ему напоминало, что он все время сдает выпускные экзамены. Что он даже забыл, что он такой способен, что он спал по 4 часа и мчался опять готовиться. И что этот экзамен, который он так больше все на свете боялся завалить, потому что это экзамен на человеческие жизни. И, в общем, Италия в этом смысле можно 20 раз обсуждать. Там сейчас совсем все любят. Нужен локдонг, не нужен. Нужен локдаун, каковы последствия и так далее. И можно об этом много говорить. Но что, как бы, Италия показала цену человеческой жизни и что ради любого, там, столетнего, столетнего, он старика, ему много раз задавали вопрос, просто скажите, пожалуйста, ведь вот умирают только пожилые был такой миф, сейчас мы уже знаем, что это не так. он сказал, этот человек, если бы не вирус, этот человек жил и жил бы еще долго. Раз он умер, значит, он жертва вируса. Все, точка. И вот у нас в случае, когда два случая, там, старик, в разных, что человек, который пережил в раннем детстве эпидемию испанки, поправился, там, 104 года или 107, я уже не помню, от коронавируса, и вот прям это было, был таким национальным праздником. Поэтому я в этом смысле и каждый день выходили и в газетах, все правило, закон, все это объяснялось. И, в общем, были всякие курьезные случаи, нарушения, но вот я ни разу не слышала такого разговора, вот в такой модальности, что, ой, закрыть, вот, зачем же умерли, кто, кто умер, шмур, а вот зачем же экономику рушить? Вот, никакого вообще сопоставления все, всем тяжело, очень многие, там, понятно, для многих это крах, но, а в Венеции особенно тяжело, потому что наводнение, хотя мы пережили много, такого наводнения, как было в этом году, не было у нас 50 лет, и у нас до сих пор все в руинах, у меня вот мастерская в руинах, до сих пор нет выплат, потому что случилось новое бедствие, вообще ничего похожего, у нас погибли библиотеки, у нас погибли рукописи, там, не знаю, в консерватории, чеморозы, морщи, у нас абсолютно катастрофически было наводнение в этом году. А можно я спрашиваю, Кать, отвлекаясь от коронавируса, вот ежегодное наводнение, да, а какая-то, существует борьба с ними? Ну, конечно. Не помогает? Нет, это не борьба, я уже много раз говорила, это не наводнение, это высокая вода, высокая вода – это прилив, прилив усиленный ветром, сфазы луны, широко, когда в Африке, начинает, на северной Африке начинает дуть широко, потом он начинает, это часть рутины, часть рутины, и ничего в этом такого катастрофического, все на это рассчитано, есть мазки, есть каждый день, я и сейчас получаю каждый день смс-ки, имейлы с оповещением, да, некоторые дома расположены ниже, мы знаем, по какой высоте у нас входит вода, практически, то, что было в этом году, не напоминало обычную Акваальту ничем, начиная с того, что у меня было ощущение, что в дом идет волна, как в цуновь, у нас вода пошла с такой скоростью, что я реально подумала, что прорвало дамбу, или сейчас нас затопят вообще окончательно, я пережила этих Акваальт, понимаете, миллионы, видела и такие щеки в прошлом году, тоже была высокая, но что, что было в этом году, в какой-то момент у нас, как и волна, поднялся холодильник, перевернулся и поплыл, начали падать книжные полки на нас, и мы просто с дочкой просто побежали, но слава богу, есть второй этаж, и уже бросили погибать, что погибло, мы пытались спасти книги, там пианино, еще чего-то, но, в общем, здесь уже был вопрос, действительно, и был ветер в 100 метров в секунду, в общем, абсолютно шквальный ветер, и если бы это случилось там на 2 часа раньше, то говорят, что из-за уровня Адриатики и уровня Океана ситуация была бы еще намного драматичней, но достаточно сказать, что все Адриатики рассчитывали. Это когда было осенью? Это было 13 ноября. 13 ноября. Полгода назад, да. Вот у меня до сих пор, я даже, у меня до сих пор вот прям с трупьями отходит штукатурка, вот я сижу в гостиной, здесь все очень красиво, но вот здесь вот у меня, например, вот здесь вот у меня просто разрушены стены, кирпичи. Да, 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 видно, да. Вот. И просто опадает время от времени просто опадает вот штукатурка такими кружевами. И никакого, а в мастерской вообще так, что никакого, в общем, должно, естественно, очень много пострадало и бизнесов, и магазинов, и домов, и все это должно было вот в течение апреля, был крайний месяц, в течение апреля нам должны были сделать выплаты, чтобы все отремонтировать. Этого не случилось по понятным причинам. Так что... А Ленинская же вообще живет туризмом, да, верно? Это ведь главная статья. Конечно, конечно, во многом, конечно, у нас есть университеты, конечно, у нас есть много что, но, естественно, туризм, это, в общем, пропорция обычно местных жителей к туристам, это 1 к 74. Ух ты! И можно считать, что в этом году туристский, туристский сезон потерян. Конечно, конечно, поэтому на разорвание огромное количество гостиниц, Airbnb, рестораны. В общем, сейчас обещают какую-то поддержку. Сейчас будет, конечно, они всячески стимулируют внутренне итальянский туризм, чтобы приезжать хотя бы по Италии. Хотя пока передвижения между регионами, между районами закрыты. Я не могу сейчас поехать в Тоскану, если захочу. И более того, сегодня был у нас очень курьезный случай. Один житель Венето хотел отметить день рождения мамы, которой там чуть ли не сто лет. А мама живет в Альтуадидже. И он не может поехать. И он придумал, что они привезли стол и поставили на границу под знаком между областями. Он сидел со стороны Венето, а мама со стороны Афа. Так что они ничего не нарушили и отметили день рождения. О, как хорошо. Замечаю этого. Очень хорошая идея. Хотя, после того, что вот такое было наводнение, особенно сильное, вообще у тебя было какое-то ощущение приближающихся бедствий? Или это просто была часть рутины, просто более сильное наводнение? Нет, это не было часть рутины. Сейчас, прости. Были ли какие-то предчувствия, что нам что-то мироздание хочет сказать что-то новенькое? у меня было абсолютно чёткое ощущение, что просто совсем, потому что, тем более, эти акваальты повторялись. Вот если, я могу сказать, что там в базилику Сан-Марко вода с 12 века, скажем, заходила 6 раз. Из них 2 раза за последние 2 года. Так. Вот. И то, что было вот в этой неделе с 13 ноября, когда каждый день, после вот этой катастрофической воды каждый день у нас по колено снова вода уходила и снова приходила, уходила и приходила. Я рисовала, писала всякие акварели, пускала их там по каналу, устраивала всякие перформансы, заклинания, но мне казалось, что, в общем, это какой-то какой-то конец и уже никогда жизнь не будет прежней. И с другой стороны была какая-то невероятная волна, помимо волны Аквальта, была какая-то невероятная волна солидарности. Была помощь, были волонтеры, молодые, которые вот мне дочка нашла в Фейсбуке, как только я уже в отчаянии написала в эту группу, через 15, это уже было через неделю, когда мы пытались справиться с последствием, через 15 минут у нас возникло 17 человек на пороге со швабрами, ведрами, тем, все они помогали разбирать книжки, они очень много гостиниц пускали людей, которые не могли негде было ночевать, рестораны кормили бесплатно. И, в общем, в этом смысле это было абсолютно невероятное время. И сейчас, в общем, сейчас как бы здесь трудно друг другу помочь, но сейчас тоже у нас там мы разносили продукты, вешали на двери, и сейчас, когда все друг друга встречают, так, сейчас новые распознавания лиц за масками, я вот всегда говорю, что это, наверное, память венецианских предков, что венецианцы должны хорошо друг друга под масками узнавать. Все очень, все спрашивают, ну, как вы, как вы, как вы, в этой жизни не нужны, в общем, какое-то есть ощущение, конечно, общности, солидарности, и вот даже теперь уже на аквальту наложилось это, и уже как-то все разводят руками, ну, так, значит, так, все равно, в Венеции вам не такого видела, все равно выживем, выплывем, посмотрим. Да, мы говорим. Ой, простите, меня вот эта волна солидарности тоже и в Лондоне, у нас, правда, темза не поднялась, слава Богу, но волна солидарности имеется и тут, и имеется ужасно доброжелательное, симпатичное отношение друг к другу, прям, вот это вот то, что радует, невероятно. Да, это вот как бы не было счастья, называется, да и счастье помогло, вот точно тот случай. Лариса, а ты вот хотел, я помню, когда мы разговаривали, ты хотела поговорить про маски. Да, ну вот, Катя как бы сама затронула эту тему маскарадную, да, у вас же маскарад успел немножечко состояться, да, и вы фактически когда от них маски перешли к другим. Именно так и было, более того, был даже краткий период, пару дней, когда люди носили, когда еще тот карнавал не кончился, а этот уже начался, скажем так, и люди носили, есть даже фотографии, люди носили маски вот этих, ну, видите, а здесь носили маски карнавальные. Пару фотографий. Страшное дело, это довольно ужасно выглядит, я видела эти картинки, они какие-то пугающие, вы знаете. Конечно, но с другой стороны, если подумать, ну, смотрите, давайте подумаем, что карнавальная маска, вот, например, тот же доктор Чума, да, это же реальный доктор, это реально, вот сейчас мы смотрим на докторов, на медиков во всем мире, в этих респираторах, в этих костюмах, в этих очках, в перчатках. Если мы посмотрим на костюм доктора Чума, это ровно то же самое, у него очки, у него перчатки, у него плащ, у него вместо респиратора этот клюв, куда клали к благовонию, масло там, травы, розмарин, чеснок, и все, что должно было отпугивать миазму, как тогда считалось, способ, как мы знаем, 19 века, про возбудитель, чему ничего не знали, но интуиция и, в общем, понимание, как это делать, и у него еще была палка, палка, которую он переворачивал больного, ощипывал, чтобы не приближаться. И вот этот образ довольно пугающий превратился в сам образ Чумы и доктора Чумы, но реально, на самом деле, это был костюм защиты, точно такой же, как мы видим сейчас в ежедневных новостях. Поэтому, как бы, часть карнавала, карнавала — это часть жизни. Да, и смерть, доктор Чума как смерть, да? Да, он как смерть, но реально, это был доктор, который не боялся, который ходил, все прекрасно понимали опасность и все волны Чумы, там, 1348 год, 1575, и вот, когда погиб Тициан, как мы знаем, от Чумы, 1630-й, когда построили церковь Салюты, и надо сказать, что потом, когда вот этот вот Лазаретто Ново, Лазаретто Векио, слово Лазарет, тоже венецианское, это два острова на одном, который считался островом Чистилищем, остров Ада, на одном свозили больных, а на другом он работал всегда и не без эпидемии, как в меру профилактики. Там есть огромное, сохранилось огромное количество граффити, где эти моряки скучающие писали, здесь был Вася, я приехал в Криту, и так далее, и так далее, много всяких легенд с этим связано, в общем, надо сказать, что Венеция после 17-го века уже никакой чумы уже не было, а в остальных местах еще вообще было, вот Лондон еще косила, в конце 17-го века почем зря, а Венеции уже нет. А мы научились сажать в карантин, да? Научились сажать в карантин и научились в профилактике, и с другой стороны, вот научили врачи, которые ходили в таком страшном виде, ну, которые, в общем, лечили, как могли, по крайней мере, не изолировали, лечили, ну, и тайная полиция, надо сказать, вот сейчас вот это, еще одна тема важная, которая сейчас очень, да, 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 звучит, ограничение свобод, свободы передвижения, новый цифровой концлагерь, вот это все, что мы слышим от наших друзей, друзей, которые вроде бы такие же, так же либерально настроены, как и мы, но почему-то здесь оказался какой-то раскол капитальный прошел, не меньше, не меньше, чем Крым наш, например. Невероятно. Это уже, да, невероятно ужасно, я так же жду, что, может быть, это пройдет, потому что с какими-то людьми прямо стало невозможно разговаривать, даже близкими людьми, друзьями, вот. Кать, у русских же ясное дело, они и русские, с одной стороны, и постсоветские, да, недоверие к властям, это понятно, да, да. А у вас как с этим? У нас, у нас нету такого, у нас нету базового недоверия к власти, это вот точно, я это заметила, у нас есть ирония, у нас есть там, недовольство, у нас есть критика, это все, опять они, у нас есть что угодно, вот недоверия такого нету, это совершенно, это вот стало сейчас в этой ситуации экстремальной абсолютно очевидно, что все-таки это выборная власть, как ее можно ругать, ее можно ругать так, и всяк, но все-таки все, все это понимание, что государство, это моё государство, что это не совсем одно и то же, конечно, но, что это, эти меры, они не придуманы на зло, чтобы нас уморить, а все-таки государство берет на себя ответственность, собственно, на наши логи, на наши деньги, ту ответственность, которую она обязана на себя брать. Кать, а сумасшедших, которые говорят, что все это, это все придумал Черчилль в 18-м году, такие есть у вас? Конечно, такие есть, всюду, понятно, что, но все-таки они маргиналы, вот я, есть они, попадаются, во всех странах, у меня есть, и в Англии такие есть, и в Америке. В России их очень много, и вот, в России, с ними дело имеют. Да, я тоже имею с ним дело, в России, к сожалению, это затронуло, к моему удивлению, образованную часть населения, что для меня абсолютно поразительно, и мне кажется, здесь кризис недоверия к власти, это понятно вообще, как бы, растление общества российского, где вообще неправда, где правда, где неправда, где ложь, где манипуляции, где пропаганда, и как бы недоверие друг к другу, и понимание, с другой стороны, я вижу очень многих людей, которых, ну, в общем, которые не стояли в пикетах, которые не ездили в Петрововоз, на, там, не знаю, суды Юрия Дмитриева, которые ничего этого не делали, но теперь очень громко кричат по свободу, протяжение права от прав человека, и под человеком имеется в виду один-один-один-единственный человек, это я любимый. Николь, знаете, что я бы на их месте тоже опасалась, чтобы ввести полицейские меры легко, а откажутся ли? Вы, может быть, можете быть уверены, что ваша полицейщина исчезнет, а не нет. Да, это я все понимаю, для меня это не они, для меня это тоже мы, я все это прекрасно понимаю, тем не менее, у меня есть люди, и ровно те люди, которые, именно правозащитники, люди, которые в оппозиции классе, которые очень активно рисковали собой все эти годы, там, высказывая протесты, расписывая письма, вот эти люди как раз не, не на передовой сейчас, они не кричат громче всех, ах, сейчас нас запрут, ах, наша свобода, потому что, и мне кажется, это логично, потому что люди, которые беспокоятся за права человека, за человеческую жизнь, они, для них ценность человеческой жизни абсолютно, не свой какой-то комфорт, интерес, даже экономический интерес, даже проблемы своего выживания, это люди, которые понимают глобально ценность человеческой жизни, и готовы, это не значит, что если Евтушенко за колхозы, против колхозов, то я буду обидеть не за. Нет, они ответственные. Может совпасть, что и Евтушенко против колхозов, и я тоже против колхозов, потому что колхозы в принципе плохо. Вот с вирусом похожа ситуация. А сейчас, когда вот вы выходите, вы первые вошли, ну или одни из первых вошли, и всех, между прочим, предупредили, только никто не послушал, сейчас вот в Англии какую-то глупость дикую, говорят, что они запоздали, слегка запоздали, потому что им Китай не сообщил. Китай-то им, может, не сообщил, а вот Италия-то им все вообще в открытую выложила, они шли на две недели, вышли на две недели, на три недели, на три недели, и сообщали всему миру, громко кричали, показывали кадры из госпиталей, и все такое. Если они не хотели слушать, то только по собственной глупости. И Италии, конечно, досталось, и итальянский опыт, там, где был учтен, как в Германии, там все пошло иначе. Да, да, да. Вы выходите первые, и я хотела спросить, вот что-то, такой странный вопрос немного, что-то есть, чего будет жалко, когда вот этот выход произойдет? Ну, например, вот этих пустых улиц там, или уже надоело? Нет, наверное, не знаю, может быть, жалко, да нет, пожалуй, что этот опыт очень важный, он, конечно, переменил и всех нас, и каждого отдельности, мне лично он был важен, но с другой стороны, ну, как бы каждый раз, ну, не может в голове не сопрягаться, да, там, не знаю, в войну люди тоже, в войну люди тоже много чего понимали, там, в революции, в каких-то еще, ну, так вы бы поняли, вообще, идея уязвимости, цивилизации, мира, и, собственно, она же очень маргинально присутствует в нашем мире, она раньше гораздо яснее звучала, вот, и что эта тема зазвучала, это важно, и многое важных тем зазвучало, но то, что это сопряжено было с таким стран, таким ужасом, с гибелью людей, и, как бы, отделить одно от другого, это все, как бы, ах, какая красивая Венеция, но невозможно идти по этим пустым улицам и не понимать, почему они пусты, как бы, это ощущение нераздельно, поэтому, да, эстетика, это прекрасно, мы насладились, мы посмотрели, мы это видели, мы это запомним, я очень надеюсь, что, если вторая волна будет, как многие говорят, что все будет, большинство склоняется, как было с испанкой, всем, что все будет, все-таки этот опыт будет учтен, что какие-то меры будут введены превенсивно, и что до такого ужаса не дойдет, потому что, естественно, мы думали, что Китай далеко, потом вирус был итальянский, потом все считали, что это итальянцы такие головотяпые, раздолбанные. И обнимаются, они все время обнимаются. Обнимаются, и такие беспечные, да, правда, итальянцы действительно, итальянцы-испанцы, не шведы, а шведы не финны, действительно, есть национальная специфика, ничего не поделаешь, действительно, люди норовят даже обниматься, особенно на юге, слава богу, например, я вот очень надеюсь, что на юг, на юге, где началась эпидемия, все-таки на южные, цифры были даже близко, не такие, а все-таки на севере, все-таки ужас у нас был на севере, а на юге фактически не было во многих властях эпидемии вообще. Такие отдельные случаи, потому что, вот как в Испании полыхнуло, вот в Испании, конечно, потому что другая тактильность, другие семейные связи, другие, а больше другое расстояние, как разговариваешь с человеком, вообще другие культурные привычки, здесь ничего не поделаешь, это все придется пересматривать, и на это уйдет время. Ларис, а ты упоминала про какой-то разговор Катя с Чехом, что-то ты хотела такое сказать? Чехом это у Александра Морозова, это было очень симпатично, мне ужасно. Александр Морозовый в флаге живет, но он не Чех. Я понимаю, да, я поэтому и сказала, что Чех в том, что он не живет в Флаге. Вот, это просто было очень интересно. А все это, конечно. Ну, там в сети, там много у Кати интересного на странице, но там, в частности, был интересный разговор с Александром Морозовым, и вот он как раз говорил, я-то, в общем, эту тему уже подняла, он говорил как раз о доверии, о том, что в целом правительства действовали не популистские, вот, и что-то разъясняли, и существовал какой-то обмен там мнениями, и я прям стал кричать перед компьютером, нет, нет, вот у нас так не было, вот у нас все было как в Москве, и как в Америке, и как в Москве. У тебя не было как в Москве, неважно. Нет, но все-таки удивительно, это, конечно, что в Англии так было, это удивительно, вот сейчас, конечно, что Джонсон сам так прошел по лезвию ножа, может, я надеюсь, что это как-то его сломает. Он сказал, что это на него очень повлияло, он совершенно изменился, риторика. Он изменился, международно считается? Да. И сейчас даже была анекдотическая ситуация, когда все эти, так сказать, твердые искры, в циторик, твердые искры, стали говорить, что пора все открывать, а то бизнесы страдают. А он сказал, подождем пока, да? Это было абсолютно удивительно, он вдруг уперся, потому что он побывал в реанимации, он, видимо, что-то понял там. Там было трудно не понять, когда тебе вот-вот... Ну да, они не побывали, поэтому вот он, а в него эта идея, так сказать, великая споткнулась, как бы он вдруг уперся. Ну, не только, как бы, его там еще парочку, но... Конечно. Ну что, личный опыт великая вещь, чтобы мне чего возражать. конечно, вот это вот, о коммуникации, я много об этом думала, как люди слушают и не слышат. Вот, например, я уже писала, меня все читали, там, Италия говорила, что-то, но вот все, как бы, да, сочувствовали, охли, но это было где-то там далеко, как только дошло до там. Следующий, все переживают те же стадии. Ах, не может быть, зачем же все закрывать? Ах, этот вирус гибридцинг, ах, какой кошмар, у нас ужас. И дальше вот все стадии, как бы вот, это очень странно, находиться в будущем и сидеть с таким мудрым видом, понимать, с одной стороны, я была в отчаянии, что невозможно докричаться из той точки, где мы туда, в прошлое невозможно, как бы ты сидишь в будущем и пытаешься залезть в прошлое и поменять что-то в нем. Это как примерно, я когда пересчитывала, например, вот войну и мир много раз, я каждый раз думала, ну сейчас-то Наташа уже поумнела, сейчас-то она уже на этого дурака Анатолия не купится, а она купает, а она уже знает, что делать не надо. Вот примерно так же я каждый раз в каждой стране мы ждали, или там даже с друзьями в этой стране, что вот сейчас они услышат и не будет вот того же самого, нет, все повторялось просто как бы в дурном сне. А у меня это было математическое отчаяние, потому что я смотрела, мы ровно за вами шли на две недели позже абсолютно с той же динамикой. Вот просто цифры совпадали один в один. Просто абсолютно. И я причитала на Фейсбуке, все запритесь, все уже сядьте, перестаньте ездить в Бетро. А мне говорят, ну что ты, сегодня еще только два, а завтра там стало четыре, а послезавтра стало восемь. Ну ничего, это же такие маленькие цифры. Вот. И я пыталась объяснять по экспоненту. Думаю, я с вами Фейсбуком докричусь там примерно до Буриса Джонсона. Вот. И точно так же теперь такие же глупые, такие же глупые разговоры теперь со стороны каких-то московских знакомых не может теперь быть так быстро падать. Это все театральная постановка. То есть объяснить человеку, что экспоненты бывают там с основанием там больше единицы и тогда это очень плохо, а бывает с основанием меньше единицы и тогда все быстро падает, невозможно. А это ведь экспоненты, логарифм, это восьмой класс школы. Мне такое впечатление, что люди потеряли склонность к рациональной логике. Я как раз хотела сказать об этом. Мне кажется, что большая часть вот вы, вы говорите, диссидентов, что большая часть кризис нынешний это не только уязвимость, не только, а просто обычно естественно научное образование и кризис естественно. Вот если в послевоенное время, если вот в вашем поколении, там поколении даже и в моем еще советском, скажем, поколении, все-таки математика, биология, химия, физика были на какое-то минимальное знание и представление имели все. Кто учился плохо, кто учился хорошо, кто никак не учился. Вот каких-то вещей нельзя было не знать. Вот таблицу умножения все выучили, это правда. И таблицу Менделеева тоже худо-бедно. И таблицу Менделеева все видели хотя бы один раз. И хотя бы представляет и там, не знаю, деление клетки, какие-то простые вещи, что это не был вопросом мнений. Что не то, что, вот я цитировала Звездняка много раз, мы дружили, и вот его замечательное выступление на вручении ему Солжинской премии, где он говорит про, ну, что истинно существует и цель науки ее поиск, и что в среднем, в любом деле профессионал, мнение профессионала весит больше, чем мнение непрофессионала. Что нынешняя открытость, социальные сети, интернете, это прекрасно, но пятилетняя, девочка-пятиклассница, которая считает, что Дарвин все напутал, не может бросить серьезную рту к логической науке. И что есть и дети, которые не являются вот экспонентом, это не вопрос мнений, экспонентом, вот она вот так растет, или там делится так. Вирус, вирусы бывают такие, я не знаю, грамматика языков устроена вот так, так и так. Не то, что вопросы мнений, я могу сказать I am, а может быть I are, а может быть I in. Есть какие-то, это не вопрос мнений. И вот есть целый ряд вещей, которые не являются вопросом мнений. К сожалению, вот это ощущение абсолютно какой-то базовое научно-рациональное мышление абсолютно испарилось, причем не только в России, это повсеместная проблема. Я надеюсь, что может быть один из результатов этой истории будет, что оно вернется, что вернется какой-то интерес к фундаментальной науке, и что вернется какой-то рациональный подход. Но кто его знает, с другой стороны возник опять Кашпировский. На этой волне вдруг возник снова. И его выпустили опять, скажем, в государственное телевидение. Не надо делать все, понимаете? Ну, слушайте, не надо народ как-то успокаивать. Тебе хорошо, ты ничего не хотишь. А правда, что дельфины появились? Дельфины, конечно, лажа, никаких дельфинов нет. Что значит лажа? Это просто придумано? Нет, на самом деле были, казалось, дельфины заплывали в лагуну, прошлым летом были замечательные кадры, там далеко, и вот эти кадры теперь пустили, это было прошлым тем июлем, а вот что не придумано действительно, это количество птиц, чистая вода, медузы, рыбы, это не придумано, это действительно так, и такое количество рыбы всегда было, но такое просто, что я вижу до дна канала, что я вижу такое разнообразие рыб, я слышу все возможные птичьи голоса, что эти болотные цапли, которые живут у нас только на дальних островах, или лебеди, которые плыли, утки по большому каналу, ну вот такие вещи, да, они конечно не придуманы, это действительно так, мы это все видели своими глазами. А в аппарате не плавают больше? В аппарате плавали, в аппарате общественный транспорт, он плавал всю дорогу, это как бы минимум, который был обеспечен, нельзя было, вот сегодня, вчера, вчера пошли лодки первый день, все катера, вот я вышла, и вдруг по большому каналу снуют, это так непривычно в это время, потому что привыкли уже, знаете, как на картинах каналя, это такая зеленая, вот эта вот вода тихая, огромная, и всегда касалось, что вот этот вот зеленый, этот изумрудно-зеленый, он немножко такой преувеличенный, так вот вода через 10 дней, через неделю стала ровно такой, без греи, она просто вот ровно такая, как на картинах Пеналетто или Гуарди. Самое смешное, что она и в Темзе такая стала, вот ведь что, я думала, что Темзе всегда такая серая, рабочая, такая грязная, она очистилась тоже дней за 10, но у нас, у нас-то совсем не плавают корабли, у нас все вот эти вот кораблики, и в том числе вот этот вот кораблик, который плавал от нас на Канаре, его тоже остановили, и поэтому Темзе стало тихо, и она стала голубая. Но у вас все-таки это не единственный транспорт, у нас в Аппарате единственный транспорт, и в больницу, и пожилые люди, как бы это было минимум, который, они не так часто ходили, но ходили всю дорогу. А гондольеры без работы всегда? Гондольеры себе без работы, вот все, вчера я увидела первого гондольера в маске, который просто вывел гондолу, ну вот просто, чтобы понять, что он еще увидел много смешных видео, как люди у себя на кухне ставили стулья, там очень было смешно, и там брали весло, а сзади сажал впереди жену на переднем стуле, говорит, сеньора, посмотрите, справа у вас дворец Дожий, он построен в том году, а что же вы, сеньора, одна, почему вы не приехали со спутником, на кухне, собственно, женой, они разыгрывали, потом видео вешали, а люди занимались греблей на балконе, например, там резинками делали, вот оттягивали, чтобы весло оттягивали, чтобы не терять форму, ну много всего было, так что... И у вас тоже все время пели, я не знаю, пели ли у вас, но итальянцы все время пели песни какие-то, ай, там, изолны. Да, у нас пели, у нас пели, у нас пели не так много, как, может быть, на юге, но у нас, конечно, пели, и у нас было одно, особенно в начале, там угадывал, кто играли из... У нас вот пианистка живет напротив, там напротив моей подруги живет скрипач, и вот они играли друг другу и угадывали, кто, кто, что, как бы посылали, такой диалог музыкальный был, арии, мы переговаривались, так что это все, это все было, да. Кать, а вот вы написали, то есть у вас фактически сложилась книжка, как я понимаю, вот эти карантинные хроники, и она, конечно, выйдет, и мы вас поздравим, и мы ее рассмотрим, и все это будет, но все-таки вот надо сейчас ожидать, я думаю, какого-то всплеска, какого-то художественного отражения всего этого происшествия, не только в акварельной вашем творчестве, но я думаю, что какая-то литература возникла. Я думаю, я вот, например, читаю, сейчас будет тоже наверняка книжка, вы, наверное, читаете в Фейсбуке в Нью-Йорке такой Евгений Пинелис, который совершенно изумительно пишет, замечательный врач, судя по всему, изумительно пишет, я думаю, что у него тоже сложилась уже книжка, и он, собственно говоря. У врачей, есть люди, у которых просто замечательный свой опыт, и ведь вы подумайте, ведь это ужасное обстоятельство, а вот, ну я не знаю, в моей, в моей семье, у двоюродных моих таких родственников, вот вчера родилась двойня, мальчик и девочка, это произошло в эти самые дни, понимаете, а у кого-то медовый месяц, представляете? А кто-то оказался по разной стороне, границе, вот моя старшая дочь, она прилетела из Англии как раз, ее молодой человек остался, она прилетела на несколько дней в Венецию, просто не повидаться с нами, и застряла тут. А, и она до сих пор там? Или та же самая Наташа Рапопорт, которые приехали с Викой, с этой выставкой и так вот застряли. Уже теперь-таки довольны, что они застряли и уезжать никуда не хотят, потому что в Италии оказалось результате гораздо спокойнее и лучше, чем в Америке. В какой-то Америке такой тихий, они... Они на вьюте, вьюте, я им с самого начала говорила, они страшно паниковали, я им с самого начала говорила, что здесь нам много... А в Венеции вообще сейчас из-за того, что Венеция острова, в общем, все пережило, у нас не произошло. Поскольку у нас не произошло этого экспоненциального роста, то все, как бы, если... Ну, 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 если мы с мастерами, то, в принципе, в Венеции, как и было, идеально, и остров, и зло, изоламент, изоляция, идеальное место. Уже лучше. Видишь, как выступили мы? Мы и остры. И у нас нету... Мы как шведы друг к другу близко особенно не подходим, и не то, что прям целуемся с утра до вечера. Вот. И вообще много... И в очереди мы стоим на автобус, на расстоянии друг от друга, и в очереди в метро. И все равно мы умудрились, как говорят программисты, так все зафакатить. Нет, это что? У нас были дни, когда умирало в городе по тысяче человек. Это вообще... Мы не в городе, в стране... Ну, слушай, но в разгар всей этой истории мы умудрились провести какие-то невероятно необходимые скачки, на которые съехалось, по-моему, там четверть миллиона... Подожди, подожди, расскажите, попрошу поподробнее. Я упустила, расскажи. Последнее такое большое массовое мероприятие, которое все-таки умудрились провести, когда уже... Ну, уже было как бы понятно, уже в Италии все полыхало, и было понятно, что куда все идет. Это было... И тут весенние вот эти скачки, это очень важно там, значит, каждый год. Это что? Это был АСКО, Дерби, что это было? Слушай, я в этом разбираюсь, что это было. Я скачу... Прости, прости, дорогой, я не права. Прости. Но я прочитал, что там было как-то невероятное количество зрителей и гостей, чуть ли не четверть миллиона народу туда съехало. Конечно. Ужас. Для этого, конечно, ну, естественно, просто обреждайте всех вот такие глупости и полыхнуло. Вот я очень благодарна, честно говоря, нашим итальянским властям, что они слушают и продолжают слушаться. Все-таки у них есть научный комитет, который... который, в общем, они руководствуются очень... И они всегда говорят, вот мы советуемся, вот мы не можем... И второе, что я очень благодарна, что Конте всегда говорил на вопрос, он говорил, я не знаю. Мы столкнулись с такой ситуацией впервые, вот я знаю, сегодня мы знаем то-то, то-то и то-то, когда мы... Я не могу сказать, что бы я сейчас ни сказала, кажется, неправда. Я не знаю. Как только я это узнаю, как только мы узнаем, мы сразу сообщим то, что мы узнаем. Но сейчас мы не знаем, поэтому мы просто благодарим. Все время благодарили всех итальянцев за все жертвы, за терпение, за то... Все вот это было бесконечно. Каждый день обращение к людям мы понимаем, как тяжело, все мы очень благодарны за то, что вы понимаете и принимаете вот эти правила игры и бережете как бы невидимым образом других людей. А медиков много погибло? Да, очень. Очень. Я сейчас забыла цифру. Вообще у медиков очень много. Огромное количество. У нас отдельно было, да, у нас отдельно было. Вчера было, как раз, когда по большому каналу пошел транспорт, у нас был как раз минут молчания и как бы привет в память именно о медиках отдельно, потому что очень много медсестер и всех возрастов погибло. Да. И, видимо, это не только связано с тем, что там защита вроде была и, ну, похоже, что там, не знаю, накопление, то ли что-то еще, какая-то вирусная нагрузка, говорят, что действительно медики. Но сейчас в России я читала список сегодня. 101 человек уже. Медики. Ну, ужас. Так что вот, так что у нас тоже. У нас тоже. Да, Лариса. А сейчас вот эта вот любовность такая, соседская привязанность, она остается, да? Вот все еще. Или это сейчас вас всех отпустят и это все? Ну, наверное, как все, как все, ну, такая любовь на краю окопа, там все, естественно, в экстремальной ситуации обостряются какие-то вещи. Нельзя всю жизнь жить по законам военного времени. Нормально, что, ну, я не жду, что так все останется, как было. Но хорошо, что это есть, хорошо, что это проявилось в такой степени, хорошо, что это возможно. Я думаю, что что-то вернется, что-то останется, что будут снова друг на друга жаловаться и стучать. В общем, надо сказать, что вообще стук был частью венецианских карантинных мероприятий всегда. У нас до сих пор вот на набережной Дзаттера вот во время Сильниси в Республике были такие Бокадельоны. Вот помните, как в римских каникулах? Бокадель, а веритак, у нас засовываешь руку, куда ходили хэмер, когда Грегор и Пек засовывают руку, делают вид, что его укусило, когда он неправду сказал. Вот у нас были такие же пасти всюду, мраморные, куда люди должны были вовремя среди себя складывать доносы. А доносы были очень серьезные. Не, ну это в охранной грамоте у Кастернака описана эта маска, да? Да, да. Доносы были очень серьезное дело, потому что это была большая ответственность, потому что донос любой, он не мог быть анонимный, ты его подписывал, и должно было быть три свидетеля, и эти свидетели отвечали головой за свое свидетельство. То есть, если ты хотел просто подсидеть соседа, то эти три свидетеля головой, если выясняется, что донос неправдивый, создательно неправдивый. И вот отдельно на нашей набережной Дзатор, которая продолжает набережной неисцелимых, так сказать, кстати, там до сих пор есть эта львиная пасть, где написано «Денунче контроля санита» против как бы здравоохранения, гигиены. Вот в Венеции был такой смех Министерство здравоохранения и Роспотребнадзора, куда можно было встречать про крыс, про помойку, про неисточные воды, про зараженных, и вот тайная полиция приходила, вот если человек скрывал, что у него там дома в случае чего-то, просто человека забирали на один остров, семью на другой, там вообще это все очень жестко происходило, и это было частью карантинных вероятствий. Так что стук, так сказать, у венецианцев в крови. Но если серьезно, то я думаю, что на самом деле он как-то остается. Пережитое ведь не забывается, это как война, да, или блокада, оно сближает, и след от пережитого остается. Так не будет, но памяти об этом, конечно, остается, и поколение, особенно, я думаю, молодое поколение, которое вот это будет все разгребать. запомнен, да. Я думаю, что это очень, да, запомнен. И мы как бы так сейчас подводим итоги, это же мы выходим, мы только начинаем выходить из этого первого карантина, который мы не знаем, сколько их будет, мы не знаем, что будет с этим вирусом, мы не знаем, что будет с вакциной, и еще вообще года не прошло, и вообще не наступило. Так что я думаю, что итоги подводить очень-очень рано. Это какой-то первый опыт. Катя, мы в итоге не подводим, но мы слушаем вас и вздох облегчения, да, с которым вы выходите из карантина сегодня, нас обнадеживает тоже. И настало время для вашего прощального рассказа, а мы будем и после этого ждать вас здесь, в Лондоне. Да, очень. Считайте. Только, Катю, только, пожалуйста, медленно, ладно? Хорошо, да, я поняла, я всегда тороплюсь. Секундочку, сейчас найду, где это у меня. Вот когда я закончила эти хроники на сороковой день, и потому что уже невозможно, мне казалось, что непонятно, сколько еще это продлится, и потому что карантин это сорок, но все-таки и люди как-то хотели, чтобы что-то писалось дальше, и я чувствовала, что надо что-то писать дальше, нам уже большие формы как-то не шли, и я завела новую рублику под названием «Карантинные мелочи», и каждый день писала на маленькую такую виньетку, на какую-то, и вот я хочу, наверное, попроситься под названием лодки. Чуть приоткрылись двери, дома осторожно высыпали первых детей на площадь, гадять голубей или мяч. Мэр разрешил снова плавать на лодках, приравняв к автомобилям в других городах, но только по делу, на работу, на рынок, к врачу, другие причины, указать, подписать. Снова будут стрекотать, кромсать и кроить изумрюнный шелк вагоны, и вода станет мутной опять, но вряд ли забудут лодки и люди прозрачность, и то, что увидели в ней за эти недели ин профундис. Представляете, это прямо как стихи. Это и есть стихи. Стихи бывают белые, да? Маленькие прозы, да. Катечка, спасибо большое. Я что хочу сказать в заключение, мы прощаемся с вами не навсегда. Мы вас ждем здесь, в Лондоне, непременно. Это ненадолго, я надеюсь. Ненадолго, Не навсегда, просто ненадолго. Но я хочу два слова сказать тем, кто нас слушает, о том, с кем мы встретимся в пятницу. И это тоже связано с карантинными хрониками в городе Санкт-Петербурге. Там живет поэтесса и журналистка и человек замечательный Таня Вольская. И она написала для записала для Радио Свобода интервью, которое ей дала женщина-врач, пожелавшая не раскрывать своего имени, о том, что на самом деле происходит в питерских больницах. После этого у Тани побывал следователь, ей грозят обыском и привлечением к ответственности по новой статье недавней о распространении фейковых, фальшивых новостей. Это считается тот самый случай. Мы сами знаем, что у нас фальшивая, что не фальшивая. Но Таня с ее замечательными стихами, с ее трудным сегодняшним опытом и с ее абсолютным мужеством будет нашей гостьей в пятницу. И мы предлагаем вам, тем, кто хочет, прислать на Ларисе Итиной страницу свои вопросы к Татьяне Мольской. Мы их передадим. Всем большое спасибо. Все свободны. Будьте здоровы. Спасибо. Будь здоровы и детишкам здоровья. И вам тоже. все. И вам всем встретиться вскоре. И отдохранной семьей прекрасно. И всем нам встретиться. Спасибо. Спасибо.